Всем привет! Вы на канале Дети Звезд. Ирина Забияка одна из самых популярных исполнительниц середины 2000-х. Впрочем, до того, как ее группа Чили стала демонстрироваться по телевидению, многим было сложно понять, кто поет – мужчина или женщина. Родным городом девушки является Кировоград, но прожила она там недолго. Через год после рождения она вместе с родителями переехала в Калининград. Не дожив до 5 лет, Ирина теряет своего отца. Матери, которой приходилось работать не на самых престижных профессиях, приходится заниматься ребенком в одиночку. В этот период ее дочь начинает демонстрировать особенности своего голоса, который звучал взрослее, чем голоса ее сверстников. Во время обучения в школе будущая певица активно пыталась найти себя. Остановив свой выбор на профессии парикмахера, она прошла обучение и была серьезно настроена стать профессионалом. После окончания школы Ирина стала учиться играть на гитаре. Примерно в те же дни произошла ее встреча с Сергеем Карповым, которая буквально изменила ее жизнь. Вместе они создают группу Чили, где Карпов был фронтменом. Несмотря на то, что Забияка изначально была на вторых ролях в коллективе, долго это не продлилось. Во время гастрольного тура в Польшу певица продемонстрировала свой исполнительский талант и уникальный голос, которым ее одарила природа. Несмотря на то, что она никогда не работала над голосом специально, успех был обеспечен. Это стало причиной внимания группе со стороны отечественных студий. У команды больше не было недостатка предложений. Песни Чили начинают на постоянной основе включать на радио. Из-за специфического голоса Ирины личность исполнительницы была покрыта тайной. Многие были уверены, что этот голос принадлежит мужчине. Только после того, как певицу показали по телевизору, стало понятно, как обстоят дела на самом деле. Но слушателей уже было не остановить. После этого они пришли к выводу, что Забияка раньше была мужчиной. Самых усердных не убедила даже беременность, ведь живот может быть и накладным. Впрочем, ни поиски кадыка на горле, ни вычисления мужских пропорций ни к чему не привели. Несмотря на то, что популярность коллектива осталась далеко позади и о нем уже ничего не слышно, группа продолжает свое существование. Сама Ирина, которая отпраздновала 38-летие, вместе с вокалистом группы Мама Бэнд Вячеславом Байковым, растит 8-летнего сына Матвея. Хоть она больше не ездит по гастрольным турам, певица иногда поддерживает мужа на частных мероприятиях. А какие песни группы Чили запомнились вам больше всего? Пишите в комментариях! Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok